Здарова бойцы, меня зовут Давид и добро пожаловать на мой канал. Все из нас наверное были в предвкушении крутых и крупных анонсов на E3 в этом 2021 году. От больших и главных игровых студий, особенно фанаты файтингов Mortal Kombat и Injustice от Netherrealm. Многие из фанатов ожидали анонсы новых игр от Warner Bros. Games, Injustice 3 или Marvel Fighting. А поклонники МК-11 молились о новом дополнении к своей любимой игре, которая если бы и анонсировали на мероприятие E3, то оно бы стало последним для этой игры. В Комбат Пак 3 входило бы 5 персонажей и они бы закрыли геометрический прямоугольник. Но вместо этого всего нам показали разработчики динамического шутера Back 4 Blood свою Бэбру. И вот спустя того времени как прошел E3, то есть уже сегодня 17 июня, ничего не предвещало беды, но вчера ночью, ну то есть уже сегодня, что-то меня потревожило, я зашел в угол и случайно в разделе игровые новости, которые я добавил себе в свой Google Chrome в избранные, наткнулся на очень интересный сайт, когда серфил ленту игровых новостей в Google. Но я не могу дать ссылку на этот сайт или даже сказать его название, потому как это видео придется удалить раньше, чем я его выложу на YouTube. Поэтому придется решать вам, верить источнику информации или нет. Ну а сам же источник говорит, что неожиданный анонс дополнения к игре Mortal Kombat 11 видеокомбат пака 3 может произойти на конференции State of Play. Цитирую. Это личная выставка компании Sony, которую проводит под руководством главы PlayStation, на которой могут происходить самые крупные анонсы в игровой индустрии. Как от сторонних студий, которые могут быть приглашены на State of Play, так и в основном от внутренних студий, компания Sony же компенсирует свою премьеру тем, что не смогла появиться на главном мероприятии E3 в этом текущем 2021 году. Очередная премьера State of Play состоится в летнее время, в начале июля. Теперь давайте поразмышляем над вопросами, которые у многих уже возникли. Причем одно к другому. Какое отношение имеет компания Sony и PlayStation к Mortal Kombat и вообще к NRS и их играм? Честно вам сказать, лично я думаю, что это полная бредятина. Ну посмотрите сами, на индивидуальной конференции Sony анонсируют какой-то там Combat Pack для сратой Mortal Kombat 11, которая уже давно умерла. По моему мнению, самый правильный аргумент в сторону этого источника информации будет, наверное, то, что компанию Sony и их платформа PlayStation объединяет вместе с файтингом Mortal Kombat их собственные онлайн-турниры. Соревнования по этой игре, которые проводятся именно на этой платформе, да и в принципе большинство файтеров выбирают именно платформу от Sony, а не какой-то там Xbox или ПК. И исходя из этого можно предположить, что для компании Sony Mortal Kombat это тоже крупный проект, и что внесапный анонс вполне возможен какого-нибудь дополнения к игре. Опять же, если этого еще и NRS вместе с ВБ захотят. По-другому этот вброс в интернет я не могу объяснить. Ну, короче, ждем State of Play в июле и надеемся на нежданчик. На самой же State of Play покажут, само собой, какие-то существующие уже проекты и к ним обновления. Трейлер Новый God of War Ragnarok анонсирует дату выхода Horizon Forbidden West, ну и, конечно же, покажет какие-то новые игры. У меня на этом все. Спасибо вам за просмотр, за то, что досмотрели до конца. Бахайте лосян и всем пока.